МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+, выпуск новостей с итогами Ольга Володина. Коротко о главных темах. Навигатор поступления в Мурманске. Здесь очень много полезной информации, которую я сегодня получила. Очень много рассказали про ЕГЭ. Узнаем, какие возможности предоставляют российские и зарубежные вузы заполярным абитуриентам. Первая школа в Мурманске все еще не сдана. Проблем с материалом нет. Проблем с материалом нет, просто намного дороже. В ходе работ обнаружились новые дефекты. Выясним, когда, наконец, школьники сядут за новые парты. В масштабном марафоне приняли участие знаменитые олимпийские чемпионы. Увидим, кто первым одолел 70-километровую лыжную трассу. Отряд бесстрашных экстремалов и море безумного веселья. Аквашоу «Север на волне» снова в Мурманске. Расскажем, почему Посейдон прыгнул в ледяной бассейн и на каких травах топят баню для промокших участников. В этом году более 100 домов Ленинского округа Мурманска оснастят современными индивидуальными теплопунктами. О ходе второго этапа проекта по переходу на закрытую систему водоснабжения и планах реконструкции устаревших сетей рассказал на оперативном совещании в правительстве региона Андрей Чибис. Сейчас подготовка документации завершена. Специалисты заранее провели комплексное обследование зданий инженерных сетей. Начинаются монтажные работы в плане на этот год замены теплопунктов в 107 домах Ленинского округа Заполярной столицы. На эти цели выделено 345 миллионов рублей в областном бюджете. Все деньги есть, соответствующие работы как раз начинаются. Вы знаете, что с советских времен система ГВС была открытая. Это означает, что вода, в общем, непрозрачность, скажем так, попадает в краны. А в тот момент, когда отопление отключено, горячей воды вовсе нет. Переход на закрытую систему горячего водоснабжения позволит не только решить проблему грязной и пахнущей воды, но и сократить затраты на ее подогрев. Отслеживать процесс установки теплообменников можно с помощью интерактивной карты, отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Программа модернизации рассчитана до 2025 года. За это время новые теплообменники установят в 471 доме Мурманска, более 40 из которых в Росляково. Кроме того, при необходимости специалисты будут ремонтировать старое оборудование и реконструировать износившиеся сети. Курировать модернизацию объектов тепла и водоснабжения, как и другие вопросы, касающиеся энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в Мурманской области будет вновь назначенный заместитель губернатора Алексей Лыженков. На этой должности он сменил Юрия Сердечкина, который по результатам выборов в Мурманском городском совете возглавил администрацию областного центра. Свои новые обязанности вице-губернатор будет совмещать с работой профильного министра. А Юрий Сердечкин тем временем продолжает вникать в специфику работы сети-менеджера. Представители городской администрации и совета депутатов проверили ход ремонта нескольких мурманских школ. Среди них первая школа, которую закрыли на реконструкцию почти два года назад. И сроки сдачи неоднократно переносили. Сейчас специалисты уверяют, что она должна распахнуть свои двери в сентябре 2023 года. Проблем с материалом нет. Проблем с материалом нет, просто намного дороже. Над масштабным обновлением одного из старейших зданий областной столицы трудится уже не один год. Реконструкция первой школы уже давно должна была завершиться. Но чем дольше длился ремонт, тем больше новых дефектов обнаруживали специалисты. Нам нужно будет сейчас с коллегами, с товарищами детально обсудить текущую ситуацию и придать определенные ускорения в работах. Потому что и по фасаду, и по кровле, и ряд смежных работ они еще не выполнены. Мы считаем, что в текущий строительный сезон все эти работы можно, нужно выполнить. На текущий момент частично отремонтирована крыша. Проложены наружные сети канализации и поверхностного водоотвода. Сейчас устанавливают подъемник для маломобильных людей. Здесь учатся дети. Это их второй дом. И очень важно, чтобы это было безопасно и качественно. А в третьей Мурманской гимназии этим летом планируют отремонтировать кровлю. В ближайшее время в порядок приведут и столярную мастерскую. Старая школа довоенной постройки. Много сделано, очень много сделано. Мы видим отремонтированные кабинеты, отремонтированные коридоры. Оснащены современнейшим оборудованием. Но еще предстоит очень много. Здание гимназии построено в 1935 году. Сейчас в ней учатся больше 600 мурманчан. Гимназисты и преподаватели не раз становились лауреатами и победителями конкурсов и олимпиад разного уровня. Элина Шагенова, Максим Чинкин, ТВ21+. К слову, 15 апреля в России стартует голосование по выбору площадок для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Мурманской области в этом году в нем примут участие 17 муниципалитетов. До 30 мая каждый житель Заполярья старше 14 лет сможет отдать свой голос за территорию или дизайн-проект по благоустройству, который, по его мнению, заслуживает реализации в следующем 2023 году. Проголосовать можно будет на портале госуслуги или на сайте проекта, адрес которого вы видите на экране. Кроме того, сделать выбор помогут и волонтеры. Всего на территории области консультировать граждан будут более 300 добровольцев. Напомним, что в прошлом году свое мнение выразили более 50 тысяч человек, в результате чего для реконструкции было отобрано 14 пространств. Кроме того, заполярная молодежь может внести свой вклад в благоустройство городов области, приняв участие в конкурсе эскизов муралов. Лучшие изображения отправят на рассмотрение в Министерство городостроительства и, возможно, совсем скоро они появятся на фасадах домов. Предложить свои идеи могут северяне от 14 до 35 лет. Успеть подать заявку нужно до 20 мая по указанному на экране электронному адресу. На конкурс принимаются авторские работы по четырем номинациям. Природа Кольского севера, история Мурманской области, на севере – житие и культура, традиции, история саамов. Ключевое условие – эскиз не должен быть скопирован или срисован. Тем, кто только готовится записать своих детей в первый класс, сделать это станет проще. Мурманская область присоединилась к проекту Минцифры России и теперь родители смогут заранее создать черновик заявления на портале госуслуги. Сохранить его и в нужный момент просто нажать кнопку «Отправить». После подачи онлайн-заявления нужно будет предоставить оригиналы документов в школу. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на госуслугах после издания школы акта о зачислении. Заявление в школу по месту регистрации можно отправить до 30 июня. В любую другую – с 6 июля по 5 сентября. Задуматься о месте будущей учебы уже сейчас стоит и абитуриентам. Масштабная образовательная выставка «Навигатор поступления» состоялась в Мурманске. На одной площадке гости смогли ознакомиться с программами 15 вузов со всей России и не только. За день выставку посетили более тысячи человек. Побывали там и корреспонденты ТВ21+. Енина Морозова расскажет подробнее. Кем быть, куда поступить, этот вопрос не теряет актуальности никогда. Да, каждый год вузы представляют все новые специальности и направления. Помочь разобраться в этом потоке призвана выставка «Навигатор поступлений», где и можно все узнать. Выбор вуза – дело ответственное, а правильно выбранная специальность – залог успеха в будущем. И если в региональные университеты, такие как МАГУ и МГТУ, жители региона могут прийти на день открытых дверей, то познакомиться ближе с вузами других городов и стран довольно сложно. На выставке «Навигатор поступлений» на одной площадке гости смогли пообщаться с представителями сразу 15 высших учебных заведений. Тимофей приехал из Манчегорска, выбирает вуз, мечтает стать лингвистом. Я встретил много интересных высших учебных заведений, некоторые я даже не знал, некоторые уже были известны. Собственно, на лекции сходил, тоже было интересно. Лекции и консультации помогают будущим абитуриентам определиться с выбором специальности. Узнать о том, как успешно сдать ЕГЭ, что предпринять, чтобы не ошибиться и не разочароваться в выбранной профессии. Представители высшей школы экономики в Нижнем Новгороде отмечают высокий интерес северян к программам, связанным с IT. Абитуриент, которых мы сегодня видели, знаете, удивило, что они не боятся иностранного языка. Многие кто выбрал ЕГЭ по иностранному, и поэтому, в общем, дорога на наши программы, она открыта. Я желаю всем успехов. Мотивация, хорошие знания – это еще не все. Нередко для поступления на специальность мечты нужна смелость. Например, МГИМО многим кажется недосягаемой высотой. Да, баллы для поступления нужны высокие, конкуренция велика, но попытаться стоит. Большим спросом пользуются программы не только высшего, но и среднего образования на базе девяти классов. Мы впервые приехали в Мурманск на образовательную выставку, и на самом деле наибольшим интересом используются гуманитарные, но также и наша специализированная, например, по бизнес-форматике программы – такая смесь информационных технологий вместе с экономикой. Из гуманитарных здесь можно выделить юриспруденцию, международное отношение, энергетическое сотрудничество. На выставке в Мурманске побывали даже представители швейцарского университета, где обучают гостиничному бизнесу. Ежегодно в этот вуз поступают более полусотни россиян. Сейчас в Швейцарии для студентов нет никаких ограничений. Все экзамены можно сдать онлайн, но необходим сертификат, подтверждающий владение английским языком. Сегодня на выставке мой университет – единственный зарубежный из всех представленных, и многие удивляются, что оказывается можно учиться за рубежом, а мы не знали, а как это сделать, а что для этого надо. Как только они получают информацию, они сразу начинают понимать, что это более чем реально. Для будущих абитуриентов такая помощь необходима. Валерия и Дарья из Североморска. Говорят, провели на выставке насыщенный день, многое узнали. Это общение их воодушевило. Я запомнилась в первых лекциях, которые рассказывали про международные вузы, что сейчас очень актуально на данный момент. Взяли буклеты с разных вузов, тоже попробовать посмотреть, по крайней мере, количество баллов, количество бюджетных мест. То есть очень развивает и рассматриваем разные сферы. Здесь очень много полезной информации, которую я сегодня получила. Очень много рассказали про ЕГЭ. Я поняла, что какие там есть подводные камни, рассказали очень много про университеты. Тем, кто не успел побывать на выставке, расстраиваться не стоит, говорят организаторы. Форум пройдет и в других городах. Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи. География широка. Можно посетить выставку и онлайн. У нас есть сайт, навигатор поступления, одноименный в Котом, в котором представлены расписания, где будут проходить следующие выставки. Следующая выставка у нас будет в Москве, потом в Иркутске. Посещение такой выставки бесплатно. Главная задача здесь – организация диалога между представителями высших учебных заведений и будущими абитуриентами. В следующий раз навигатор поступлений приедет в Мурманск через год. Но при наличии спроса организаторы готовы пойти навстречу и организовать выставку осенью. Инина Морозова, Павел Третьяков, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. В цехе электролиза никеля Кольской ГМК создали новое пространство для встреч коллектива и совместной работы над новыми инициативами. Центр общественной жизни своего подразделения «Манчегорские металлурги» сделали современным, минималистичным и в чем-то даже инновационным. Ремонтные работы завершены, строители покидают объект, хозяева принимают работу и строят планы. Говорят, коллеги из других подразделений уже им завидуют. Ремонта в этом помещении не было с начала основания цеха, это 1982 год. Назрела потребность, у нас много сейчас проходит мероприятий, которые связаны с вовлеченностью персонала, с всевозможными тренингами, конкурсами. Поэтому состояние актового зала, так его раньше называли, оставляло ждать лучшего. Теперь это уже не актовый, а конференц-зал. В ходе работы изначальный проект реконструкции во многих аспектах пересмотрели. Решили на комфорте не экономить. Выбрали оригинальные светильники, к слову, российского производства. А вместо жестких пластиковых кресел закупили мягкие. По проекту были здесь, должны были устанавливаться обычные кресла аэропортного исполнения. Мы присогласовали предложение на более комфортные и удобные кресла. Также стол. По проекту здесь должен быть обычный стол. Но заказали именно по техническим решениям. Кольская КГМК, вот такие столы, теперь будут они во всех конференц-залах. Светильники, мебель, дизайн – видимая часть изменений. Скрыта от глаз, но не менее важна новая система вентиляции. Сдавать комфортную температуру, открывать и закрывать жалюзи на окнах теперь можно дистанционно при помощи пульта. На полу износостойкое ковровое покрытие. Чтобы следить за его чистотой, подарок от строителей – пылесос. Обещаем содержать помещение в чистоте и в порядке, поддерживать первозданный вид, проводить собрания в комфортной обстановке для наших работников. Спасибо большое. Реконструкция конференц-зала в цехе электроулеценикеля – результат программы «Быть на производстве». Ее последовательно реализуют в кольской ГМК. Один за другим она преображает объекты, не связанные с производством непосредственно, но важные и для сотрудников. Столовые, душевые, комнаты отдыха и транспорт на промплощадках предприятия. Илья Комлев, ТВ21+. В эту субботу весь мир уже в одиннадцатый раз писал тотальный диктант. Мурманская область единственной официальной площадкой для проверки знаний стал Мурманский государственный технический университет. В аудиториях мореходки на этот раз собрались около двухсот человек. Следующее предложение снова с красной строки. За пару минут город темнел, будто зажмуривался. Известный многим мурманчанам голос, глубокий и бархатистый на этот раз не из радиоприемника, а в просторной аудитории. Фирменные нотки радиоведущей Сони Баженовой создают атмосферу праздника, уводя от волнения привычного для экзамена. Мне всегда этого хотелось. Мне всегда хотелось написать, но постоянно какие-то мероприятия, какие-то события, потому что это суббота всегда. Но думаю, надеюсь точнее, что теперь меня с тотальным диктантом будет связывать какая-то судьба, какая-то ниточка, которая из года в год. Если я не буду диктовать, то я буду писать. Не буду писать, то, возможно, буду еще раз диктовать. Тексты о переживаниях мальчика-подростка из 19 века, связанных с ожиданием первой любви до последнего, держали в секрете. Написанный специально для тотального диктанта писательницей и сценаристом из Ярославля Мариной Степновой. Ранее он никогда не публиковался. Теперь в один миг разлетелся по миру, объединяя всех, кто пишет и говорит по-русски. Это акция слову. Слово, которое нам помогает признаваться в любви, высказывать свои мысли, примиряться. Тотальный диктант – то мероприятие, которое, скажем так, не при отметке. После двухлетнего перерыва диктант вновь вернулся к оффлайн-формату. Правда, в первый, после пандемийный год в регионе отказались от привычных масштабов. Единственной в области официальной площадкой для очной проверки знаний стал МГТУ. Здесь текст Марины Степновой написали около двухсот человек. После часового диктанта у организаторов еще много работы. Филологи уже приступили к проверке. Результаты планируют огласить после 20 апреля. Татьяна Куфенко, Сергей Расюк, ТВ21+. К новостям спорта. В Манчегорске завершился чемпионат России по лыжным гонкам среди мужчин. В этом году в город Металургов приехал звездный состав лыжников. Чуть больше трех часов потребовалось победителю и призерам, чтобы преодолеть 70-километровую марафонскую трассу. В спортивном комплексе «Умка» на трибунах нет свободных мест. Открытие соревнований – возможность для болельщиков пообщаться со знаменитыми спортсменами. Традиционно каждую весну организовать этот праздник спорта в Манчегорске помогает градообразующее предприятие. «Умка» и «Умка» и «Умка» и «Умка» и «Умка» поддерживают все виды спорта в городе. И в том числе в тесном сотрудничестве с администрацией области, с администрацией города мы поддерживаем и стараемся развивать высший вид спорта, как любимые горожанами Манчегорске. Если я всем желаю напора, удачи и добиться того, на который вы рассчитываете. Лыжный ультрамарафон проходит в городе Металургов уже в 14-й раз. Традиционно в нем участвуют знаменитые спортсмены и восходящие звезды. В этом году в центре внимания болельщиков трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и чемпион олимпийских игр Денис Спецов. Посмотреть на лыжную гонку пришли сотни фанатов лыжного спорта. Громкими свистами и кричалками они поддерживали марафонцев. Кого пришли поболеть? За Мурманчан, за Мурманскую область, мы не знаем с каких они городов. Андрей, Максим и Григорий. По именам знаю. Я занималась в детской спортивной школе в детстве, поэтому все это мне знакомо. И трассы тоже. Все очень здорово организовано. Молодцы. Вообще обожаю такие соревнования. В хорошем настроении. Болею. Дистанция в 70 километров дается марафонцам непросто. Теплая погода и мягкий снег затрудняют передвижение. Но спортсмены не сдаются. Трудности только разжигают азарт и подогревают волю к победе. Болею. Во время прохождения дистанции спортсмены получают специальное питание. Вот в таких пакетиках, которые называются энергетический гель. На вкус, на вкус, на вкус он довольно сладкий и с каким-то привкусом лайма. С помощью геля марафонцы восполняют запас углеводов в организме. Один такой тюбик поможет держать темп на протяжении всей дистанции. Костя, подъем! Костя! До финиша добрались не все. Из 70 участников только 54 спортсмена пересекли заветную черту. На заключительном отрезке гонки вперед вырвался Александр Большунов. Оставив за собой призера этапа Кубка мира Илью Семикова и серебряного призера Олимпийских игр Андрея Ларькова. Я бы хотел, чтобы побороться как минимум за победу. И я рад, что сегодня получилось. Тем более, сюда тренер приехал и он очень хорошо лыж подготовил. Организация соревнований на высоком уровне. Также был хорошо подготовлен. Круг, в принципе, единственное погодное условие. Победа на любом чемпионате высокого уровня – это не только рекорды, кубки и медали, но и денежные призы. За попадание в первую десятку спортсменам вручили денежные сертификаты от компании «Нурникель». Лучшим из заполярных спортсменов стал Максим Зубцов, который финишировал пятым. До пьедестала ему не хватило меньше двух с половиной минут. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ21+. Снег, ветер, трамплин, ледяная вода и море фантазии – вот все, что надо настоящим экстремалам, чтобы сделать феерическое представление. Аквашоу «Север на волне» уже второй раз заряжает мурманчан и гостей города безумным позитивом. Где приземлился трезубец Посейдона и почему мой дадыр стал грудой картона, узнал Данил Скуратов. Мой дадыр, Мэри Поппинс и Бананы – такая встреча могла состояться только на южном склоне. Яркие костюмы, невероятные образы – визитная карточка аквашоу «Север на волне». Чтобы показать свою неординарность и повеселить зрителей, одни используют готовые пижамы, а другие из подручных средств создают реальный трэш. Что у вас за костюм? Костюм без зубик. Без дракоши? Дракоши без зубик. А сегодня Мэри Поппинс, так как я работник детского сада. Самый популярный воспитатель. Кто? Мэри Поппинс. У вас такая необычная композиция. Расскажите, что это такое? Ну, это, как вы знаете, мой дадыр. Вроде похож. Ни сильный ветер, ни ледяной бассейн с предупреждениями Минздрава не смогли остановить от безумного прыжка несколько десятков экстремалов. У этих людей девиз один – шоу-масс-гоон. Эмоции, что чувствуете сейчас? Слушайте, незабываемые эмоции. Жарко. Вроде бы не холодно. Вода ледяная, но очень жарко. Круто. Блин, побольше бы таких мероприятий и фестивалей. Смотря на то, что это мероприятие смотрится достаточно странно, это в действительности очень драйвово. Множество участников и множество количества зрителей это подтверждает. Когда по трансляции объявили, что поедет по Сидон, количество зрителей увеличилось. Во-первых, борода из коврика для ванной буквально кричала, что этот парень готов на все. Во взрыв всех интересовало, куда воткнется его трезубец при падении. В любом случае, если в начале конкурса люди занимали только одну трибуну, то после Посидона возбужденные зрители стояли уже вдоль всей трассы. Чтобы участники в ледяной воде ничего себе не отморозили, внизу их ждала баня. Настоящий, а практически all-onclusive. Даже банщик прилагался. Подливая в печку экстракт семи трав, банщик за время разговора о жизни сумел вылечить мой насморк, с которым я боролся в течение двух лет. Секретную древнюю терапию испытал на себе практически каждый второй участник шоу. А я вот говорил, 12-14 где-то зашел человек в общей сложности. Ну, там каждый второй, кто прыгал, они сюда заходили. Из тех, кто вот в Абонус, сколько здесь вот сегодня человек прыгал? 22. Ну, вот где-то половина и зашел. Пока в воде размокают банан, организаторы решают, кто будет победителем. Самый мощный трюк сальто показал Антон Рогачев. И неудивительно, ведь он тренер Мурманской областной школы Олимпийского резерва. А вот лучшим костюмом отметился мой додыр. В итоге по сумме баллов абсолютным чемпионом стали Емелья и его печь. Мы хотели изначально вдвоем выступать. Что-то такое наше русское-российское. Мы хотели на тематику российского, русского. Там медведь был. Да, сначала хотели медведь и русский мужик. Но у нас получился не русский мужик, а костюмы Емелья. И мы думаем, ну типа раз Емелья, значит нужно печку делать. Север на волне на южном склоне проходил уже во второй раз. И организаторы говорят, что собираются превратить мероприятие в традицию. Ведь хотя печь Емеля утонула, костюм мой додыра превратился в груду картона, а трезубец Посидона уже никогда не будет прежним, зрители получили небывалый заряд позитивных эмоций. А участники свою минуту неувидающей славы. Эти и другие новости доступны на нашем сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше завтра до плюс шести. Облачно. В Умби плюс четыре, плюс шесть. Без осадков. В Полярных Зорях до плюс пяти. Облачно. В Апатитах температура воздуха плюс три, плюс пять. Осадков не ожидается. В Кировске плюс один, плюс три. Без осадков. В Кавдоре плюс два, плюс четыре. Осадков не ожидается. В Мончегорске снежно. Температура воздуха плюс три, плюс пять. В Лавозере плюс два, плюс четыре. Возможен снег. В Оленигорске до плюс пяти. Осадки. В Никеле завтра плюс два, плюс четыре. Снежно. В Заполярном до плюс трех. Возможен снег. Похожая погода ожидает жителей Североморска. В Мурманске снежно. До плюс трех. Такой прогноз погоды предоставил нам Мурманский гидромедцентр. А это были все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин